Друзья, здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. И сейчас мы переходим к нашей основной части, поразмышляем на очень интересную тему. Знаете, всю эту неделю мы проводили евангельскую программу и проходили определенные темы, достаточно интересные. Но сегодняшняя тема — это центральная тема. Все остальные можно было не слушать, а достаточно послушать эту. Это, можно так сказать, катарсис, центр, основа, ядро всего того, о чем мы говорили до этого. Сегодня мы будем говорить с вами о Христе. Как вы уже поняли, кто Он, зачем, почему, зачем Он умер, в чем смысл всего этого. И самое главное, на что мы сегодня с вами ответим, зачем мы здесь, на этой планете. Потому что, когда вы узнаете, кто такой Иисус и что Он сделал, вы осознаете, для чего мы, в принципе, живем. И понимаете, в чем смысл жизни, существования человека на планете Земля. Как бы громко это ни звучало, но именно Иисус является тем, кто отвечает на этот вопрос. Также мы узнаем с вами юридический аспект смерти Христа. Почему Он умер. Знаете, очень часто, когда у людей спрашиваешь, у верующих людей спрашиваешь, зачем умер Христос, чаще всего они даже и не знают. Они говорят, ну, Он взял на себя наши грехи. Почему, чтобы искупить этот мир, добролюбящий Бог должен был отдать своего Сына на страшную смерть? Непонятно. Почему, если Христос был Богом, который сотворил этот мир, участвовал вместе с Отцом в творении, Он позволил себя распять? Тоже непонятно. Почему Он, как агнец, шел на заклание, не открывая уст своих? Очень много странных, сложных, непонятных вопросов, на которые чаще всего у людей нет ответа. Потому что они не знают юридическую основу жертвы Христа, о которой мы сегодня с вами поговорим. Ну и вначале хотелось бы поговорить, а был ли вообще такой человек, как Иисус? Жил ли Он когда-либо на Земле? Потому что если Его не было, в принципе, если бы Он не существовал, то все, что мы здесь говорили сейчас и до этого, было бы тщетным и бесполезным. Слава Богу, есть достаточно много исторических свидетельств о реальности Христа, о том, что такой человек жил, был на этой планете. Я не буду сейчас рассказывать подробно об каждом из этих свидетельств, потому что у нас сегодня тема немножко другая. Но я вот кое-что выписал. Был такой человек Иосиф Флавий, он был современником Христа, он написал книги «Иудейская война», «Иудейские древности», и он в своих трудах упоминал о Христе. Он говорил, что в те времена жил Христос. Более того, он писал, что Он был Мессия. Второй, где упоминается второе место о существовании Христа, о реальном существовании, были уже далеко не евреи, не иудеи и не верующие люди, а именно люди, скорее всего, из противоположного лагеря. Был такой человек Свитония, жизнь двенадцати царей. И он упоминал в своих трудах о христианах и о том, что они верят учению человека, которого распяли на кресте какое-то время назад. Переписка Плиния-младшего и императора Трояна посвящена тому, что Троян или Плиния-младшего, не помню, кто из них, спрашивал у другого, как поступать с христианами, которых нынче стало очень много. И тот писал ему, что нужно спрашивать у них, кто они. Христиане всегда признаются, что они христиане, что они верят в Христа. И тогда выносить им смертный приговор. И если они начнут отказываться от Христа, значит, это не настоящие христиане, потому что настоящие никогда не отказываются. Они твердо стоят на своей вере. Есть такое письмо Луки-Ана о смерти Перегрина и письмо Мары-Бар-Серапиона. В одном из них рассказывается про то, что всякий раз, когда люди убивали какого-то человека, то они в своей жизни имели потом большое горе. И он приводит в пример Христа. Да, они вот иудеи убили Христа и получили то, что получили в 70-х годах, когда Иерусалим был полностью уничтожен. Ну и еще одно упоминание о Христе, которое мы находим в аналах Тацита. Я прочитаю сейчас, я специально выписал, потому что это очень такое яркое, сильное место. Ну вот Нейрон, такой был царь, достаточно деспотичный, самодур. И он делал очень много плохого. Вот что про него написано. Ну вот Нейрон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощренным казням тех, кого толпа называла христианами. Дело в том, что Нейрон, он хотел перестроить Рим. И так как Рим был уже застроен, ему нужно было освободить место, и он сжег его. Он хотел сжечь немножечко, там пару домов, а получилось, что почти весь Рим сгорел. Ему нужно было найти виноватых, козла отпущения. И он сказал, что это христиане. Кого толпа называла христианами? Христа, от имени которого происходит это название. Казнил Тиберий, прокуратор Понтий Пилат. «Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу. И не только в Иудее. Откуда пришла эта пагуба? Но и в Риме. Их умершвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелище Нейрон предоставил свои сады». Это достоверный документ, которому почти две тысячи с чем-то лет, которому упоминаются ученики Христа, его последователи, то, что с ними творили тогда. Да, ужасные вещи. И знаете, одним из удивительных доказательств истинности христианства, именно Богов Дух на верности, является как раз-таки вот это ненасытное желание уничтожить это движение и его способность к жизни. Заметьте, христианство распространять начали в 12 человек, 12 апостолов, две тысячи лет назад. Двенадцать. Сейчас христиан несколько миллиардов. И все это время их пытались уничтожить, особенно вот первый, второй, третий век. И дальше тоже ничего хорошего с христианами не делали. И вот то, что они выжили, пробили этот асфальт неверия, уничтожения, как никто другой. Потому что, ну, кроме христиан, в принципе, наверное, никого никогда так не гнали и не пытались уничтожить. А тех, кто гнали, кого гнали, их, в принципе, и нет сейчас. А христианство есть. Хорошо. контекст всего. Маленькое отступление, чтобы вы глубже поняли эту тему, хотелось бы немножко поговорить о смысле жизни, для чего мы живем. Даже, наверное, не о смысле жизни, а о том, что, в принципе, из себя представляет человек. Дело в том, что человек, такое существо, да вообще, в принципе, все живое, оно так удивительно устроено, что научно доказано, если бы были определенные изменения в нашем ДНК, в наших хромосомах, в наших генах, то человек мог бы жить вечно. Вот осень наступает, все живое чувствует приближение холодов, и листья начинают желтеть и опадать. Когда человек достигает 30-летнего возраста, ну, у всех по-разному, грубо говоря, начинается осень, и человек постепенно начинает умирать. В его организме запускаются определенные механизмы, которые приводят его к смерти. Но, если бы кое-что поменялось в нашем ДНК, то этого бы не происходило. Есть такие интересные, я даже не знаю, как это назвать, атрибуты хромосом, они называются теломеры. С каждой, ну, вот смотрите, клетки, как вообще происходит жизнь человека? Да? Он сначала маленький, потом растет, а потом опять растет вниз. В нашем теле огромное количество клеток, это такие кирпичики жизни, из которых оно состоит. 120 триллиардов клеток в нашем теле. Примерно. И эти клетки периодически стареют и умирают. Средняя жизнь клетки от одного дня до нескольких лет. Например, клетки поджелудочной железы, ее мембран, обновляются каждый день. То есть, каждый день эта поджелудочная железа обновляется. Говорят, что клетки печени обновляются каждые 7 дней. Лейкоциты обновляются каждые 10 дней. А вот некоторые клетки достаточно долго живут, а некоторые вообще не обновляются. Это нервные клетки. То есть, они как у вас появились, так и остаются. Поэтому говорят, что нервные клетки не обновляются. И поэтому нужно беречь себя. Хотя, ученые сейчас говорят, что как-то их восстановить можно. Так вот, с каждым обновлением, новым обновлением клетки, что происходит? Вот есть одна клеточка, и она делится. Она создает себе подобную. Полностью копирует, полную копию себя. И вот внутри каждой клетки находится ДНК. Это инструкция жизни, по которой построено ваше тело. Огромное количество информации, зашифрованное в 4-х буквах нуклеотидов АТЦГ. И на краях этих хромосом, их всего 46 в нашем теле, находятся такие вот, на картиночке можно видеть, красные штучки. Их называют теломеры. С каждым делением этот теломер уменьшается. Я прочитаю. Лимит Хейфлика называется этот термин. И вот в том, что клетка, по подсчетам ученых, может делиться всего лишь 50 раз. 50-52 раза. После чего клетка умирает, и, соответственно, человек начинает стареть. Хотя стареть он начинает уже, когда наполовину этих теломеры, извините, исчезает. Вот здесь даже на картинке, да, видно, молодой, с длинными теломерами, и старый, с наполовину уже исчезнувшими. Вот написано, для большинства человеческих клеток предел Хейфлика составляет 52 деления. Градация Хейфлика связана с сокращением размера теломер, участков ДНК на концах хромосом. Как известно, молекула ДНК способна к репликации перед каждым делением клетки. Репликация — это создание копии самой себя. Очень сложный процесс, на самом деле, на молекулярном уровне. Так вот, вот эти теломеры, их сокращение, оно, в принципе, прописано в генах. И если убрать этот ген, в результате которых сокращаются эти теломеры, то, в принципе, по идее, человек может жить достаточно долго. Можно даже сказать, вечно. Но по какой-то причине мы имеем свои 80, 90, при лучшем случае 100, 120 лет. Да, и пока человеку не удалось перешагнуть этот рубеж. Но гипотетически, теоретически, реально человек может жить очень долго. Также можно поговорить на эту тему про мозг, про нас, человеческий мозг, потенциала которого мы используем очень-очень-очень мало. Ну, есть такое мнение такое, что мы используем всего лишь на 3%. Кто-то говорит, что на 1, кто-то на 5, кто-то на 10. Дело даже не в проценте. И, наверное, сказать прям, что мы используем на 3% это неправильно. Но я имею в виду потенциал мозга. Наш реальный потенциал, который заложен в наш головной мозг, ту мощь, которая у него есть, мы используем на крайне малый процент. Как пример можно привести, есть такая процедура хирургическая, называется она гемисфероскопия. Это удаление полушария головного мозга. Бывают такие случаи, когда у детей очень страшная эпилепсия. Приступы продолжаются буквально каждые 3 секунды жизни маленького ребенка. И вызывают эти приступы определенный участок головного мозга. Чтобы избавить ребенка от этих болей, страданий, просто удаляют одно полушарие. Ну, вот на картинке видно, да? Вот этому парню удалили в детстве одно полушарие. И он, в принципе, вполне адекватный. Говорит, ходит, пишет, ездит, смотрит. У него все работает. Он абсолютно живой. Ну, там есть какие-то маленькие проблемы с его здоровьем. Как и у каждого из нас, наверное. И таких примеров достаточно много. Есть такой врач Бен Карсон. И он совершил очень большое количество этих операций. Это, кстати, самый выдающийся и великий нейрохирург мира на сегодняшний момент. Он разделил, первый разделил сиамских близнецов сросшихся затылками. И этот врач, у меня такая маленькая гордость, он является членом нашей церкви. То есть, когда люди говорят, что верующие это глупые, недалекие люди, хочется привести его в пример, потому что он далеко не глупый и недалекий. Но он является очень посвященным христианином, он молится перед каждой операцией, и он говорит, что, Господи, я Твои руки, делай операцию Ты, я всего лишь инструмент, используй меня. и выполняет очень здорово эти операции. Почему я говорю обо всем этом? Кстати, недоговорил немножко. Ну, то есть, если человек может жить без половины мозга, и половина мозга может с легкостью взять все те операции, которые выполняет целый мозг, это говорит о том, что, о его невероятном потенциале, который мы используем далеко не на всю катушку, и если мы используем его не на всю катушку, если человек, в принципе, может жить вечно, теоретически, то не говорит ли это о том, что когда-то человек использовал свой мозг на все сто процентов, и, возможно, когда-то он жил намного дольше, чем человек живет сейчас. Есть множество доказательств тому, что раньше люди жили дольше, и были они больше, в размерах, как минимум, находят скелеты больших людей, не только. Так вот, я подвожу вас к одной очень интересной идее, которую я нахожу в Библии, которая дает ответ на этот вопрос, потому что когда Бог творил этот мир, Он творил его бессмертным. В Библии написано, что Бог создал нашу планету, и людей на них совершенными. Он после каждого дня творения отдавал характеристику весьма хорошо. Весьма хорошо в глазах Бога это, наверное, намного лучше, чем наше отлично. И по задумке Бога, который сотворил людей, как... Вот почему Бог сотворил людей? Как вы думаете? Зачем? Зачем ему надо было вот такую заботу на свое сердце? Мне кажется, знаете, вот особенно родители меня поймут, когда создается брак, и это счастливый брак, родители хотят детей. Дети это плоды любви, плоды жизни. И Бог сотворил нас не для чего-то и не почему-то, не преследуя никаких целей, а потому что Он просто был и есть переполненный любовью, и Он хотел эту любовь кому-то дарить. И человечество это продукт божественной любви. Ну, по крайней мере, Бог сотворил нас, потому что им двигала любовь. В принципе, чтобы создать человека, вот просто задумайтесь об этом. Мы уже говорили на прошлых встречах о том, что эволюционисты говорят, что наш мир и люди в нем результат случайности, что все это произошло само по себе, где-то там что-то взорвалось, собралось и оживо. Бог говорит, нет, друзья, весь этот мир, вселенная, не побоюсь этого слова, с ее миллиардами звезд, галактик, звездных систем, было создано для того, чтобы создать условия, мир, в котором бы действовали законы, в которых могло бы существовать живое существо. И прекрасной розой, вишенкой на торте творения Бога стал человек. Все это, весь этот мир, эта вселенная была создана для того, чтобы дать вам жизнь, для того, чтобы вы сейчас жили, ходили, ели, пили. И вопрос, зачем Бог дал нам эту жизнь? И почему появилось то, что мы сейчас наблюдаем в этом мире? Я имею в виду все то негативное, злое, смерть и так далее. Когда был создан первый человек, Адам и Ева, об этом написано в Библии, они были бессмертными. Они не должны были умирать, и они использовали свой мозг, потенциал своего мозга наверняка на все 100%, учитывая, что они только начинали им пользоваться. Если мы, люди, с нашим ограниченным потенциалом достигли тех высот, что можем снимать то, что происходит здесь сейчас на камеру, ходить с такими квадратными штучками и видеть друг друга, да, вот эти компьютеры, мы смогли достичь этого вот в мире, который с урезанными настройками, грубо говоря, то что бы мог достичь человек, если бы он жил вечно и использовал свой мозг на все 100%. Это просто такая, как сказать, вещь, о которой можно задуматься, о том, что приготовил для нас Бог в будущем, потому что написано, что не думало, не приходило то человеку на сердце и не видел то глаз, что Господь приготовил для избранных своих. Часто люди, думая про Царство Небесное, думают, что это будут какие-то облака, на которых будут гулять люди и что-то такое скучное, там ангелы на арфах играют. Это абсолютно не так, друзья. Бог планировался совершенно по-другому. Если наш мир, вот этот вот третьего сорта, столь прекрасен, просто вот представьте себе места, например, те же Гавайи, Мальдивы, где растут пальмы, где море прекрасное, солнце светит, все очень красиво, и это здесь, то что будет там, в высшем мире, который мы, к сожалению, потеряли. Так вот, когда Бог сотворил человека, он не должен был умирать, и он должен был жить вечно, наслаждаясь тем творением, которое дал ему Бог, и любить Бога, и Бог бы любил, точнее, наверное, чтобы любил, Бог бы его любил, и человек бы любил Бога в ответ, чтобы был вот этот, как сказать, симбиоз между Творцом и Творением, потому что мы знаем, что Адам и Ева имели прямые отношения с Господом, они общались, они гуляли вместе, и это было великолепно. Вы могли задать любой вопрос, коих в наше время огромное количество. Но до того, как сотворить человека и нашу планету, мир материальный, потому что люди, мы материальные, да, что такое материальный мир? Это тот мир, который можно потрогать, вот он твердый, его можно понюхать, ощутить на вкус, увидеть, услышать, да, а есть еще мир духовный, мир невидимый, который находится здесь параллельно вместе с нами, и в этом мире прямо здесь сейчас находятся духи, как добрые, так и злые. В зависимости от того, что вы из себя представляете, чем вы наполнены, если вы ищите Господа, если вы живете им, то рядом с вами можно сказать ангелы, светлые духи, добрые духи, мощные, всемогущественные, которые защищают вас. Если человек не знает Бога и никогда не искал его, а напротив он наполнен злобой и желанием обмануть кого-то, чтобы обогатиться или еще что-нибудь такое, то вокруг него злые духи, духи, которые порой внушают нам мысли и делают много нехорошего, а порой хорошего. Знаете, дьявол способен благословлять. Если посмотреть на великих мира всего, это отчетливо заметно. Так вот, вначале, до того, как Бог создал мир материальный, Бог создал мир духовный. В Библии это отчетливо прослеживается. Мир духовный это мир ангелов, светлых духов, существ всемогущественных, которые не имеют плоти и крови, но которые также живы, как и мы. Я не знаю, что они себе представляют, нам это неведомо, это закрыто для нас, но в Библии написано, что было так. И был самый, как это сказать, превосходящий, великий, самый красивый ангел, осеняющий херувим, как на нем описано в Библии, который стоял над всеми другими ангелами. Он, грубо говоря, был президентом ангелов, их повелителем, ну, не повелителем, а тем, кто стоял после Бога и его сына в управлении вселенной. Этого ангела звали утренняя звезда или осеняющая звезда, как-то так. Ну, мы знаем, что его звали Люцифер. Люцифер или Люцифер, как правильно. И вот однажды, как написано в Библии, в его сердце зародилось то, чего никогда в истории вот этого высшего божественного мира не было. В его сердце зародилась зависть. Наблюдая за Богом, его величием, его мощью, великолепием творения его рук, он позавидовал и начал в своем сердце, судя по всему, думать, что как бы я хотел быть таким, как он. Ему не нравилось то, что Бог слишком много, слишком сильно любит всех и вся, и его правление наполнено любовью, и в принципе мир, Божий мир, он был миром любви. Давайте прочитаем, что написано об этом ангеле в Библии. Это написано в послании, не в послании, а в книге Иезекииля, 28 глава с 14 по 17 текст. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Здесь описывается восстание Люцифера или дьявола, как его потом стали называть, сатаной, лукавым и все эти эпитеты о нем. Что он сделал? Он начал подговаривать других ангелов и говорить, что Бог не так хорош, как он кажется. Всему тому виной был закон, который был у Господа, закон любви. Я бы назвал его так, потому что чтобы понять, что представлял из себя этот закон и зачем он нужен был, просто представьте себе в вечный мир, в который вдруг попал вечный злодей. Представьте себе вечного Гитлера или вечного Чикатило, который приходит в общество добрых людей и начинает сеять между ними свои идеи и делать то, что делали эти люди. Согласитесь, что через некоторое время этот мир из мира любви и доброты и процветания превратится в мир хаоса. И поэтому в мире Бога было правило, закон. Всякое зло, всякий грех должен быть уничтожен. Согласны с этим? Можно привести такой пример. Может быть, пример такой немножко мизменный, но достаточно точный. Когда на зиму консервируют огурцы, помидоры, варенье, что делают? Стерилизуют банку над паром ее какое-то время держат, чтобы все бактерии, вся грязь была уничтожена. Потому что, если малейшая частичка грязи попадет в эту банку, эта банка взорвется. Согласны? И вот малейшее преступление, малейшее нарушение этого закона привело к тому бы, что вот этот вечный мир Бога, он бы просто взорвался бы, превратился бы в мир хаоса. Поэтому у Бога был непреложный закон, который невозможно отменить. Если Бог сказал так, значит, так должно быть. И этот закон звучал достаточно просто. Вот он написан в Библии, послание к Риблиным, 6 глава, 23 стих. Ибо возмездие за грех смерть. Всякий, кто совершил грех, должен был умереть. И никто не был против, потому что это справедливо. На наш мир можно перевести это правило, как вот есть розетки, и папа подходит и говорит, сынок, не толкай гвоздь в розетку, ударь током. Это же закон любви. Это закон, который защищает тебя от чего-то плохого, от того, что может тебя убить. Точно так же и у Бога был этот закон. И вот Люциферу, этому осеняющему Херувиму, очень не нравилось, что Бог поместил их в рамки какого-то закона. Он считал, что он высший ангел, и он вправе делать все, что захочет. И он распространял среди других ангелов, небожителей, идею, что Бог что-то от них скрывает, что Бог на самом деле не добрый и любящий, а на самом деле он злодей и тиран, который поместил их в среду какого-то закона. И зачем вообще нужен закон, если они и так высшие такие, светлые, добрые существа, которые и так могут разобраться во всем. И как написано, произошло на небе восстание, треть ангелов пошли за Люцифером, и Бог их изгнал. Изгнал, как мы только что читали, с северной горы, на которой правит Господь. Можно задать вопрос сразу же по ходу, почему Бог его изгнал, а не убил? Ведь по идее Он всемогущий, а тут какой-то человек мутит воду, и как показывает история правления тиранов, особенно, они очень жестко устраняли всех конкурентов, убивали их. Почему Бог оставил Люцифера жить? Ну, ответ на самом деле очень простой, потому что если бы Бог сразу же убил его, то тем самым он бы подтвердил все те идеи, которые дьявол говорил о Боге, что Бог тиран и злодей, и ничего хорошего в нем нет. Если бы это произошло, убийство Люцифера, то тем самым он бы, как сказать, только усугубил эту ситуацию. Но почему он не убил его более глубоко, чтобы понять этот смысл, нужно изучить нашу тему еще дальше. Когда произошло восстание Люцифера, Бог начинает творить радикально новый мир, мир материальный, мир существ, которых он назвал человек, наш мир. Он создает Вселенную, создает Землю, создает первых людей, бессмертных, вечных людей, садит для них великолепный сад, помещает их туда и говорит, плодитесь и размножайтесь, любите друг друга. Я люблю вас и хочу, чтобы у вас все было хорошо. Но Бог решил сделать проверку, что ли, как это назвать, я не знаю. Он посадил дерево. Вы все, наверное, слышали эту историю, посадил дерево, которое называлось деревом познания добра и зла, от которого нельзя было кушать. Со всех деревьев в саду можно было есть, но только от этого дерева нельзя было есть. И таким образом проверялся характер человека, которому Бог хотел, чтобы человек доверял ему полностью, и через это проверялось вот это доверие. И вот однажды, как написано в Слове Божьем, жена Ева отошла от мужа и решила прогуляться по саду. Она гуляла, наслаждалась воздухом, пением птиц, красотой этого сада и подошла к тому самому дереву, плоды, с которого нельзя было кушать. Оно ее манило. Ей было интересно, что же это за дерево и почему с него нельзя есть. Знаете, запретный плод всегда сладок и нам интересно, что же это такое, когда нельзя. Она подошла и в тот момент в этом месте ее уже кое-кто поджидал. Поджидал. Вы знаете, да, кто это был? Это был тот самый осеняющий херувим, который восстал против Бога. Он спросил у нее человеческим голосом. Он предстал перед ней как змей, об этом написано в Библии. Судя по всему, он использовал змея как медиума, и змей в то время выглядел немножко по-другому. Это сейчас это сосиска, которая ползает по полу. Раньше змей представлял из себя нечто великолепное. возможно у него были крылья, лапы и так далее. И этот змей заговорил с ней человеческим голосом. сказал ей, я скажу своими словами, ходят слухи, что Бог запретил вам кушать фрукты в этом саду. Она говорит, да нет, ты что, Бог нам разрешил есть любые фрукты, только вот фрукты с этого дерева, на котором ты почему-то сидишь, Бог нам запретил кушать. и он сказал ей, ты знаешь почему? Бог кое-что от вас скрывает. Она говорит, да, что именно? А он говорит, Бог знает, что если вы поедите из этого дерева, то он вам больше не понадобится, потому что вы сами будете как боги, у вас откроются глаза, и вы будете знать добро и зло. И Ева открыла рот и говорит, да, Бог нам такого не говорил, он сказал нам, что мы умрем. Он говорит, нет, не умрете, будете жить вечно, и мозг ваш станет как у Бога. Что-то вроде того он сказал. Эта история написана в Библии, в Бытии, 3 главе, с 1-6 стих, вы можете открыть Библию, прочитать. И самое печальное, что Ева поверила ему, она не усомнилась в том, что он сказал, хотя ее предупреждали, что есть некто, кто будет их искушать и подвергать сомнению запреты Господа. Она сорвала этот плод, он был красив на вид, и еще по ее мнению, и по мнению того, кто ей сказал, это давало некие высшие знания. Съела его, принесла мужу, муж, наверное, был не рад случившемуся, но так как любил свою жену, тоже сел. И что произошло в этот момент, друзья? Немножечко пофантазируем. Наверное, Люцифер, этот некогда осеняющий херувим, ворвался к Богу и сказал, Бог, послушай, у тебя есть закон, я слышу, и этот закон гласит, что всякий согрешивший должен умереть. я знаю парочку в твоем царстве, которые нарушили этот закон и до сих пор почему-то живы. Почему это так? Наверное, сказал он. И знаете, по сути своей все правильно. Адам и Ева не послушали Бога, они ослушались и совершили грех. Они съели этот запретный плод, совершили зло и по закону они должны были умереть, потому что всякий совершающий зло должен умереть. Помните? Закон, непреложный закон Господа, как закон медианы персов. Но почему мы с вами живы до сих пор? Почему Адам и Ева вышли из рая? Как вы думаете, что ответил Бог? Ведь Он не мог отменить закон. Вот здесь начинается юридический аспект жертвы, о которой мы сегодня с вами говорим. Давайте поразмышляем, как обойти закон. Вот представьте себе царство, да, правит в нем некий царь, назовем его Гивидон, и у этого царя есть определенные законы. Как отменить законы царя Гивидона? Достаточно просто, друзья. Может быть, это немножко жестоко, но если вы устраните самого царя, то все законы им изданные также устранятся. Чтобы убрать закон царя, нужно убить царя. Согласны? Это факт. Когда захватывали во время войн новые территории, первое, что пытались сделать, это устранить царя. Тогда легитимность правления устраняется, и вы можете завладеть его царством. И чтобы отменить наказание закона Бога, которое гласило грех есть смерть, и всякий, кто согрешит, должен умереть, у Бога было два выбора, два пути. По сути, у Него был один путь с нашей человеческой точки зрения, но Бог не мы. Он мог убить Адама и Еву, поступив по правилам закона, либо умереть самому. Так как Он был законодателем, и чтобы убрать от них проклятие закона, Ему нужно было умереть самому. Понимаете? Вот этот важный момент, который многие не осознают, что Иисус Христос это был Бог, который сошел на землю и умер вместо нас на кресте, чтобы дать жизнь человечеству. Второй шанс. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так написано о Христе. Это Евангелие в одной фразе, в одном предложении. Смотрите, раньше, чтобы оправдаться за грех в еврейском народе, нужно было совершить обряд жертвоприношения. это был такой достаточно жестокий обряд, долгий, сложный. Вам нужно было вырастить или купить овечку без порока, чистую абсолютно, привести ее в Иерусалим, к храму, возложить на нее руки, передать ей свои грехи и после и после этого собственно ручно зарезать. Затем ее кровь заносили в освятилище и там производили определенные манипуляции. Как мы уже говорили с вами на первой встрече, эта овечка символизировала жертву истинную, жертву Иисуса Христа. И в наше время парадокс заключается в том, что нам не нужно никаких овечек заколать, нам нужно просто поверить в эту жертву, жертву Бога, жертву Его Сына, признать ее, осознать, что есть Высший Творец, который так возлюбил нас, что предпочел отдать своего Сына, который также является Богом, чтобы дать нам второй шанс. Знаете, когда мы говорим о смысле жизни, в чем смысл жизни? Многие говорят разные вещи, зарабатывать деньги, воспитывать детей и так далее. В этом что-то есть. Но вот этот отрезок земного пути, коротенькая жизнь, мгновение по сравнению с вечностью, маленькая точка на бесконечной линии череды веков, которую предлагает нам Бог, дана нам для того, чтобы найти Его, поверить, узнать о Христе, полюбить Его всем сердцем и вернуться в тот высший мир, который мы потеряли 6 тысяч лет назад. Это главная задача нас здесь. Все очень просто, невероятно просто и в то же время невероятно сложно, если мы усложняем. Наш Бог удивительный, милостивый и Он заинтересован нашим спасением больше, чем мы. Это парадокс. Он сделал уже все, что можно было сделать. Он искупил этот мир посредством смерти своего Сына. Невозможно даже мысленно приблизиться к тому, что пришлось пережить Христу, когда Он испытал эту смерть, когда не только физические муки лежали на Его человеческом теле, но еще вина грехов всего этого мира за всю историю существования человечества. Мои грехи были на нем, ваши грехи, друзья. Грехи Гитлера были на нем, грехи от Адама и до последних дней этого мира были на нем, потому что Он Бог, который умер вместо нас, чтобы заградить нас от проклятия закона. Поэтому, когда я узнаю своего Бога, когда я осознаю то, что Он сделал для нас, на какую жертву Он пошел, и насколько сильно Он нас любит и хочет нас спасти, я просто разбиваюсь об этой любовь Его, и я невероятно горжусь тем, что я ношу имя Христа. Друзья, это великая честь быть Его последователями, быть Его детьми, Его сыновьями и дочерями. И нести ту весть, тот свет, который Он принес сюда и сказал идите и научите. Почему мы собираем вас? Зачем мы говорим об этом? Зачем мы делаем эти трансляции? Затем, чтобы рассказать человеку, для чего он живет. Что этот мир, эта жизнь, которая дана нам, это просто экзамен. это время, чтобы определиться с кем мы, с Богом и Светом для вечной жизни или для этой суетной пустой жизни в темноте для вечной погибели. Я надеюсь, что вы задумаетесь об этом, что вы также полюбите Бога, осознаете, зачем мы здесь, посвятите Ему свою жизнь, потому что, как написано, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите мое иго на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Есть миллионы людей, богатых людей, у которых есть абсолютно все, виллы, деньги, власть, яхты, машины, и они несчастные. У них есть все, и они несчастные внутри. А знаете почему? Потому что человек, который без Бога, это мертвый человек. Говорят, внутри человека дыра размером с Бога. И заполнить ее может только Бог. И напротив, есть люди, у которых по сути-то и нет ничего. Но они счастливы, находясь в любых ситуациях. Почему? Потому что они исполнили задачу этого смысла. Они нашли Бога. И они уже бессмертны. Не в том плане, что у вас будут стрелять, от вас будут отлетать пули. Нет. А в том плане, что если вы умрете, то Бог вас воскресит и заберет в тот высший мир, который мы тогда утратили, потеряли. Понимаете? И только Бог дает вот эту истинную радость, надежду, мир, который обитает в вашем сердце, даже тогда, когда вокруг все рушится. Вот сейчас происходят страшные вещи в мире. Но когда ты с Богом, когда ты знаешь, что Он рядом, Он ополчается вокруг тебя, Он защищает тебя, страха нет. Вот спросите у этих людей, которые здесь сидят, которые посвятили себя Богу, боятся ли они чего-нибудь? Они боятся, знаете, за что? За то, что миллионы людей идут в погибель и не хотят ответить на этот призыв, жертвенный призыв Господа, который уже все сделал для нас. Поэтому пусть Господь вас благословит задуматься, зачем мы здесь и откликнуться на этот призыв, потому что Ермо Бога не тяжко и бремя его не бремя вовсе, а наоборот великое благословение, которое дает мир, радость и настоящее счастье. Без Бога человек не способен быть счастливым по-настоящему. Мир дает только синтетическое временное счастье, скоротечное. Сегодня оно есть, а завтра нет. И вам нужно опять предпринимать какие-то шаги, пить, курить, развлекаться, для того, чтобы приобрести это счастье. И чем больше вы будете утопать в этом миру, тем несчастней мы становимся. Я ощутил это на себе. Я был когда-то без Бога. И эта дыра, которая во мне была, которую я ощущал каждый раз, когда возвращался с каких-то увеселительных мероприятий, она разрасталась каждый днем все больше и больше. И только когда Бог наполнил ее, когда я начал искать его, когда он ответил на мои молитвы, я понял, что такое быть счастливым по-настоящему. когда ты чувствуешь мир и покой, несмотря ни на что. Друзья, пусть Господь благословит вас. Ищите Его, воззовите к Нему. Придя сегодня домой, закройтесь в комнате, закройте свои глаза, можете встать на колени, можете просто стоя и скажите Бог, тот парень говорил, что ты есть. Если ты ответил Ему, ответьте мне, пожалуйста. яви себя в моей жизни, я хочу тебя познать, я хочу приблизиться к тебе, я хочу с тобой дружить, я признаю жертву твоего сына, он умер за меня, омой меня его святой кровью, и помоги мне всегда помнить об этом и искать тебя всем своим сердцем. И вы увидите, как в вашей жизни каким-то неведомым путем Господь себя проявит, обязательно проявит, только будьте тверды в своем желании найти Его, не отступайте после первой молитвы, потому что Бог иногда испытывает наше желание, нашу искренность в намерении повстречаться с Ним, и если вы будете тверды до конца, то вы увидите великое и чудесное в своей жизни. Пусть Господь благословит вас. На этом все.